вопрос в том что почему китайцы с детства не закладывается на весу рука и они не при том как они уверены я был на мастер-классе с китайцем который пишет все свои и как он видит и главное то что как это называется он не пишет не облака не они сами получаются когда я с ним разговаривал надо уложить свое мироощущение до горизонта 1 с нижнего края а с верхнего края если ты ведешь то есть у них все время понятие жизнь они не обрезают деревья они формируют композицию почему потому что вот это все связано с этим да это оказывается философия а что такое философия оказывается у них же нету понимания разделения философия наука там религия у них все в целом философия это мудрость любви наука это путем эксперимента понимание истины путем эксперимента а религия это проживание есть ну ничего себе то есть все в целом и когда это с детства закладывается у них нету разбросанности такой в миру вот здесь а ты вот поговори с нашими то есть естественно и поэтому как только вот это притупляется творческое правое полушарие все уже ничего это уже бесполезно ты уже можешь ему ничего не говорить про искусство то есть человек теряет наверное форму созидания это все все с возрастом связано и это все в школе происходит и закладывается эта банка рисование оно развивает речь ребенок ведь мы же смотрим на скальные рисунки и думаем что это будет то есть мы уже стихи можем и нам все время говорят что такого быть не может что раньше человек научился говорить или образную мысль и как он передавал эту всю информацию ну здесь вот напрямую вот напрямую да не доказано не доказано и доказать невозможно понимаете это я согласен с этим правильно но зато как он а у них есть духовный мир так но именно 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 это ему проще сделать чем сказать ему проще потому что когда у него все связано с руками понимаешь а они могут говорить но не умеет делать но просто не в том что он умеет говорить а ведь еще есть понятие как человек мысль ведь мы нам же сейчас могут говорить вокруг да около вот меня вспоминается случай когда сижу я вот за молоко жду да сижу молоко жду деревня женщина хозяйка она подоила корову она процеживает молоко и пришел сын ее он большой взрослый и он начал что-то ей там туда-сюда получать беру и психология, есть женская психология, то еще вокруг да около. Вот это вот все сейчас вокруг да около, все нам пытается подменить. А вот детям, если ребенок попадает в сосу, все, начинает его крутить, молотить. А если у него до сосу заложена база, то есть в 3 года и в 6 лет. А в Японии вот ребенку разрешается же все до 5 лет. Поэтому вот именно вот это до 6 лет все это все сформируется. Мы же уже отдаем своего ребенка в детском саде, куда-то там у нас уже детский сад, это еще раньше. И там они начинают общаться. Я считаю, что это все садик и школа и все остальное это происходит, я сам на себе ощутил. Ломка. Чего-то ломает просто. Даже ты можешь ничего не говорить, все равно ломает, потому что благодаря каким-то вот таким базовым вещам, которые в семье, где есть отец, там мать, когда это все настолько, что опора и надежда, что когда есть и согласие какое-то, то ничего, ребенок пойдет по своему пути без спор. А когда он растерян, вон, мне женщина жила, ее сын, она для сына, квартиру, машину, он взял в карте все продуло, она в шоке. В шоке. И она не знает, что делать. Ответственность не брать больше за него. Так мать ему все сделала, а взять и в карту проиграть. Потому что нет ответственности на себя.